Нужна ли человеку правовая культура и правовая грамотность? Ответ на этот вопрос очевиден, просто необходимо. Ведь в большинстве своем мы не сведущие во многих вопросах. На помощь в этом случае приходят нотариусы, проводя бесплатное консультирование граждан. Как правило, к юристам обращаются по вопросам оформления наследственных прав, совершения исполнительных надписей, удостоверения завещания, растет и количество заключаемых брачных договоров. Часто удостоверяются договоры отчуждения недвижимости. Кстати, с 2021 года эта процедура упрощается, исключается территориальный принцип. Например, вы живете в Бресте, захотели купить квартиру в Минске. На сегодняшний день этот договор можно удостоверить только в Минске. С января этот договор может удостоверить и нотариус города Бресте, независимо от того, что квартира находится в Минске. И не надо ехать в Минск, потому что нотариус может запросить документы все необходимые для удостоверения договора из территориальной организации, из жилищно-эксплуатационных служб, из других необходимых организаций. Все документы, которые необходимы для удостоверения этого договора, удостоверить договор и направить документы на государственную регистрацию в территориальную организацию по государственной регистрации этой недвижимости. Изменений в 2021 году произойдет немало. Так, с 3 января 2021 года уполномоченные должностные лица сель-исполкомов не будут нотариально удостоверять завещание, согласие и доверенности. Закон вступает в силу с 3 января. Они не будут это уже удостоверять. Вся эта компетенция передается нотариусу. Все это сделано для того, чтобы тоже улучшить качество оказания таких услуг, потому что те же самые завещания вносятся в единую информационную систему, где можно будет видеть сразу все завещания, сельские советы этого не делают. Ну и, соответственно, нотариусы работают более узко по нотариальным сделкам, а сель-исполкомы, там у них своя комитенция, поэтому все это делается для того, чтобы услуги нотариальные оказывались качественными. Обычно обращаюсь по всяким разным личным вопросам. Ну вот сегодня, как я сказал, уже непосредственно по вопросу наследства. А так еще были всякие сделки, ну такого рода. Так как я хожу сюда часто, это как бы показатель того, что услуги профессиональные, и поэтому хожу по всем вопросам консультироваться. Подключился к акции нотариусов и региональный центр правовой информации. Мы сегодня в рамках этой акции рассказываем о том, где можно узнать правовую информацию, где можно познакомиться с правовыми актами. В Республике Беларусь существует и действует государственная система правовой информации. Основным государственным интернет-ресурсом является национальный правовой портал «Правобай». Обсудить правовые вопросы можно на правовом форуме Республики Беларусь, которому с 1 февраля 2019 года придан статус официальной площадки для обсуждения проектов законодательства, проектов правовых актов. В преддверии 1 сентября мы бы хотели особое внимание уделить детскому правовому сайту. Это уникальный проект, в котором дети, подростки могут познакомиться с законодательством, а также получить ответы на свои вопросы в увлекательной и доступной форме. В области в день консультирования помощь специалистов получила более 430 человек, и все обращения требовали компетенции именно нотариуса, а не других специалистов. А это говорит о том, что правовая грамотность растет. Следующая акция пройдет 1 октября, будет приурочена ко Дню пожилых людей.